Здравствуйте! Я решил прибегнуть к помощи ютуба для того, чтобы проверить ваш уровень знания, уровень усвоения части темы физиологической основы электрокардиографии. Я прошу решить задачи, которые я зачитаю, а после приостановки видео вы можете и сами прочитать, и вам необходимо дать ответы в комментариях. В следующем видео я, проверив ваши ответы, дам правильные ответы. Итак, задача 1. В какой фазе потенциала действия находятся рабочие миокардиоциты предсердий и желудочков, если на электрокардиограмме регистрируются сегменты PQ, ST, T, P? Вы можете дополнительно ответить. А в какой фазе находятся в это время потенциалы действия, ну, например, атипичных миокардиоцитов, проводящих путей Бахмана, скажем так, Тореля, Венкебаха и системы ГИСа. Так, ну, это как дополнительный вопрос. Главное ответить вот на здесь поставленный вопрос. Задача 2. При электрокардиографии у одного пациента зарегистрированы предсердные зубцы в некоторых отведениях. Обычно продолжительности, но необычно высокие. У другого обычной высоты, но необычно широкие и даже двугорбые. У какого пациента гипертрофировано правое предсердие, а у какого левое? Объясните ответ. Следующая задача. Задача 3. При электрокардиографии в один из момента времени в отведении 1 по Энтховену регистрируется значение минус 2 мВ. При этом потенциал правой руки был равен минус 1 мВ. Левой ноги плюс 0,5 мВ, а правой ноги минус 1,5 мВ. Какая амплитуда электрокардиограммы регистрируется в это время во втором и в третьем отведениях по Энтховену? Задача 4. Имеются ли ошибки в следующем утверждении? На основании схемы треугольника Энтховена высчитано, что величина зубца R во втором отведении равна алгебраической сумме величины R в первом и во вторых отведениях по Энтховену. То есть, R2 равно R1 и R3. Это я цитирую учебник по парабедевтике внутренних болезней, которой вы будете знакомиться на следующем курсе. Но, все правильно или что-то не так? Ответьте в комментариях. Задача 5. При электрокардиографии зарегистрированы отрицательные P во втором отведении, P в третьем отведении. Обычно P во втором отведении и P в третьем отведении положительные. Следующие за ними комплексы QRS не изменены. Сегмент PQ и в отведении 2, и в отведении 3 укорочен. О чем это может говорить? Можно, вообще-то, когда вы придете на зачет, нарисовать эту схему и объяснить. Но здесь дайте только ответ в комментариях. Задача номер 6. При электрокардиографии желудочный комплекс деполяризации в отведении V6 зарегистрировано в форме RS. Отмечено смещение переходной зоны в отведении V4-V5. То есть она смещена из типичного положения вот в эти отведения. Нужно объяснить, что такое переходная зона. Хотя бы потом узнать. О чем это может свидетельствовать? Задача номер 7. Одна из двух групп ЭКГ представляет отведение по Этнховену, другая по Гольбергеру. Можно ли их различить? То есть можно написать, где отведение по Этнховену, где отведение по Гольбергеру, да? И почему вы так решили? Задача номер 8. Какую амплитуду будет иметь электрокардиограмма в отведении 3? Момент времени 2, вот в этот момент времени. И момент времени 4, в этот момент времени. Если первый вариант электрокардиограмма А, это первое отведение. А, Б, это второе отведение. И наоборот, это второй вариант. Если А, это второе отведение по Этнховену, а Б, первое отведение по Этнховену. Задача 9. На рисунке представлены электрокардиограммы, зарегистрированные в стандартных отведениях по Этнховену. Какие отведения скрыты под буквами А, Б, В, если точка 3, вот эта точка, тут точка 3, тут точка 3, тут точка 3. Но в отведении, в этот момент времени, когда здесь фиксируется точка 3, в отведении АВЛ лежит выше из-за линии. Первый вариант. И второе лежит ниже из-за линии. Задача 10. При электрокардиографии в стандартных отведениях желудочный комплекс деполяризации у одного пациента зарегистрированы в форме QR в первом отведении, QR в втором отведении, QR в третьем отведении. То есть... Да нет, не буду объяснять, почему я использую маленькие и большие буквы. Но это имеет значение. А у другого форме RS1, RS2, RS3. О чем это может говорить? Объясните. Ну, может быть, потом объясните, почему я использую вот такие разные по амплитуде, по размерам буквы. Задача 11. На электрокардиограмме желудочный комплекс деполяризации, QR в втором отведении по Энтховену в основном представлен зубцом R. Или просто в виде R. А в отведении АВР зубцом S. Есть маленький, наверное, такой R, как и в основном глубокий S. Причем это зубцы по амплитуде, равные между собой и являются наибольшими на представленной электрокардиограмме. Определите угол альфа. Как соотносятся между собой амплитуды комплексов QRS остальных отведений? Ну, какие больше, какие равны? Ну, в общем-то, опишите, как выглядит электрокардиограмма. Задача 12. На электрокардиограмме желудочный комплекс деполяризации, а это вы знаете, QRS, в отведении АВР в основном представлен зубцом R, который имеет наибольшую амплитуду относительно всех других зубцов электрокардиограммы. В отведениях АВФ и АВР желудочного комплекса деполяризации представлен в основном зубцами S. Есть маленькие Эрики, да? Это R, зубцы R, ну, а за ними следуют такие глубокие S, которые в этих отведениях равны между собой. И определите угол АВФа, куда направлены и как соотносятся между собой амплитуды комплексов QRS остальных отведений. Следующая задача. 13. Проведено два электрографических исследования. 1 и 2. На рисунке 1. Показаны результаты векторного анализа, проведенного по первому, второму и третьему отведению. Значит, вот эта ось, наверное, отведение 1, отведение 3, здесь отведение 2, не показано. Наверное, не обязательно здесь показывать. И вот ось отведения АВР. Эта ось я показывал. Восстановите первичные результаты исследования, то есть выберите на рисунке 2 комплексы QRS, которые были зарегистрированы в вышеупомянутых отведениях при первом и втором исследовании. То есть, что вас просят? Например, в первом случае, при первом исследовании, были, в общем-то, А, Б, С или Д представлял первое отведение, зарегистрировано первое отведение. Я, к примеру, говорю, там какой-то из них комплекс соответствовал второму отведению, то есть, где было первое отведение, где было второе отведение, и где было третье отведение. И во втором исследовании, если мы видим вот такой вот вектор, да, где было первое отведение, где было второе, где было третье отведение. Так, ну, если это, пусть будут электрические оси сердца, да, а это комплекс КЁРС. И последняя задача. Определите угол альфа, посмотрев на эту электрокардиограмму. Но я бы использовал как минимум два, один очень-очень-очень-очень-очень быстрый, ну, а второй более медленный. Так, ну и хорошо. Желаю успеха. Иногда задача может быть некорректна, да, а иногда представлять из себя шутку. Субтитры создавал DimaTorzok